Аминь. Давайте мы прославим нашего Господа. Да, скоро Нелли будет проповедовать, я аж что-то привеждаю. А вы, два-три-три помощницы, что Нелли? Тема моей проповеди сегодня – как не пропустить волны пробуждения. Тема моей проповеди сегодня – как не пропустить волны пробуждения. Знаете, я хотел бы немножко краткую такую предысторию рассказать. Искам една предыстория, чему мы были свидетелями в Казахстане. Бяхме свидетели в Казахстане, ето това ще споделя с вас. В Казахстане было очень сильное пробуждение в 90-х годах. Все об этом знают. През 90-те години в Казахстан се наблюдаваше едно силно ярко пробуждение. Не только в Казахстане, а по всему бывшему Советскому Союзу. И не само в Казахстан. Това се случваше по целата територия на бывшия Советски Союз. Железный занавес рухнул в Советском Союзе. Рухна, падна железната завеса. И начали приезжать мощнейши, величайши проповедники това време. И това спомогна за идването на мощни, силни проповедници. И аз помня как при нас дойде Били Грем. И проповедвал на стадиони. Стадион бъл полный. И той проповедваше на стадиона, на най-големия стадион и помня неговите проповеди. И ето било очень сильное време. Това беше силно време. Приезжали Антони Греко. Дойде и... Антони Греко. Антони Греко. Еще один знаменит проповедник. Също подобен знаменит проповедник. Тео Осбърн. И очень много других проповедников. И много-много други проповедници. И церкви, которые были раньше запрещены, они начали расти как грибы. И церквите, които по-рано бяха забранени, сега започнаха да растат като гъби, да никнат като гъби. Новые церкви начали возникать. Започнаха да возникват нови церкви. Пятидесятски баптистски церкви стали разрастатся. А пятидесятните баптистските церкви пък започнаха да се разширяват. И очень большое распространение получили харизматически церкви тогда в то время. И така бих могъл да кажа, че разшириха се, умножиха се проповедниче, пятидесятните и... Харизматически церкви. Харизматичните, извинайте, харизматичните. Я помню это время хорошо, потому что я был тогда молодым проповедником. Това време помня много добре, защото по това време бях млад проповедник. И мы открыли тогда новую церковь, Благая Весть называлась. Тогава ние открихме една церква, която нарекохме Благата Весть. Церковь начала напълняться людьми. Церквата започна да се пълни с хора. И я помню, что вот эти волны, пробуждения, они вот так, ну просто становились все больше и больше. И аз така помня много добре тези волни, които идваха на пробуждения, които идваха и зубилстваха по това време. И наша Центральная Церковь Благодать, в которой мы начинали с Натали служить в качестве прославителей. И нашата Церква Благавест, която тук още оказах, ние работихме в нея с Наталия, моята съпруга, като прославители. Бяхме в хвалението. Да, друга Церковь, Благодать, не Благавест. А, не Благ... Благодать. Извинявайте, малка поправка. Значи Церквата се казва не Благавест, а Благодат. Да. Благавест мы потом открыли, а Церква Благодать начала открываться все больше и больше. Едно малко уточнение, че Благавест по-късно е возникнела, а Благодат започна да се разширява. И построили самое большое здание на 5000 человек. Построихме сграда на 5000 человек. Это здание до сих пор самое большое на всей территории бывшего Советского Союза. И това здание и в момента си остава едно от най-големите на территорията на бывший Советский Союз. И вся эта Церковь наполнилась людьми. И всичко това, и цялата тази Церква сега е пълна с хора. И вот я помню, что одно пробуждение сменялось другим пробуждением, новые движения возникают. И така едно пробуждение се сменяше с другое пробуждение и така вървеше пълнота. И вот уже в 90-те годы подходят к концу. И така към края на 90-те години настъпва милениума. И главный пастор Церкви Грейс, благодать, он делает такое заявление на весь город, на всю страну. И главния пастор Грейс направи едно такова изявление пред града. К концу милениума, к 2000-му году, наша Церковь вырастит до 100 000 человек. И той каза, като пророчество, че тази Церква ще стане 100 000 человек. И вы знаете, через какое-то время нас всех пастырей съзвали в городской совет. И след време нашите пастыри бяха, така да се кажи, привикани в городския совет. И как будто бы решались какие-то такие важные городские въпроси. Като че ли там трябваше да се решат такива и дни важни городски въпроси, свързани с града въпроси. И в един момент один администратор города задаёт такой въпрос Игорь Семёнович, главному пастору. И в един момент един от служителите на городския совет задали един такъв въпрос к главния ни пастор. И той го попита, вие вярвате ли, наистина ли говорите, че в тази Церква ще бъдат повече от 100 000 человек? Ну Игорь Семёнович отвечает. Игорь Семёнович здесь проповедовал, если кто-то помнит о курятнике и о барле, который потом... Ако се вспомните, Игорь Семёнович гостува на нашата Церква и той проповядваше. Помните ли тази проповед за кукушарника и за орела? Да, и за орела. И Игорь Семёнович отвечает, ну а что в этом плохого? Ну что 100 000 человек уверует, это разве плохо? И Игорь Семёнович му отговори и какво он намерит или нещо лошо в това, което казах? И мы дальше продолжаем разговаривать, говорить о каких-то опять же совместных проектах. И ние продолжихме така разговора си, споделяхме наши бъдещи проекти. Через какое-то время этот человек опять спрашивает Игорь Семёнович, вы что, серьезно решили, что у вас будет больше 100 000 человек, которые уверуют в Исуса Христа? И тогава този служитель от Градския совет отново повдигна темата и го питал. Наистина ли вярвате, че ще имате 100 000 христиани, вярващи хора? Это только в одном нашем городе, это не говоря про всю страну. Не говорим за целата страна, говорим точно за нас в нашия град. И Игорь Семёнович опять отвечает, ну да, а что в этом плохое? Это же не наркоманы, не алкоголики, это законно послушные граждане нашей страны. И Игорь Семёнович отговаривши, ми разбира се и какво лошо намерати в това. Там ще бъдат порядочни хора, нито алкохолнозависими, нито наркомани, това е чудесно. И так было три раза. Три раза этот человек задавал вопрос и три раза Игорь Семёнович добавил положительный ответ. Три пъти го питаха, три пъти му задаваха вопрос и по един и същий начин Игорь Семёнович му отговаряше. Я хочу сказать, что как раз в это время по нашим внутренним ощущениям на Казахстан надвигалось цунами, духовное цунами. И аз така вътрешно в себе си чувствах, че над града ни имаме така застрашавание от една вълна, но вълна, която е цунами. И цунами, да уточним, това е цунамито на Святия Дух. Надвигалось великое пробуждение. И Бог нас предупредил о том, что или весь Казахстан уверует и станет христианским, или... И тогда Бог подтверждаваше в нас, че или целик Казахстан ще стане така от вярващи хора... Или отвернет Иисус Христа и Бог падет дальше. И так получилось, что когда мы разошли с этого городского совета... И така, когда началось пробуждение... И когда началось пробуждение... Власти не захотели принимать этого, не согласились. Властите си отрекаха това, което бяха обещали. Те не се съгласиха. И начали страшные гонения. И започнаха гоненията. Обвинили церкви в том, что мы подсыпаем наркотики в чай. Да, и обвиниха церквата в какво? Че ние слагахме наркотики в чай, може би, во время чайпития. Да, во время чайпития. Что мы гипнотизируем людей. Че ние хипнотизираме тези хора. И таких статей было выдвинута более 30 статей. И повече от 30 статей бяха публиковани в медиите. Не имея никакого основания. Никаких доказательств. Никаких фактов. Никакво основание нямаха за това. Но въпреки това пишеха. Просто так разносили таки лож, клевета. Такие грязни вещи от церкви. И какво разнасяха медиите? Лъжи или, както казваме, гадни работи, мръсни неща, които не са вярни. Нямат нищо общо с истината. В церковь, например, в церковь Грейс вървались вооруженные солдаты. Даже в церквата на Грейс влизаха вооружени млади мъже. С автоматами Калашникова. Буквално с автомата Калашникова. Побили апаратуру музыкальну. Да, разбиха музикалната апаратура. И прямо во време служения выгнали всех людей на улица. И по време на служението направо гоняха и схвърляха хората на улицата. И таким образом преследовали церковь. И в такъв един образно показан начин изгонваха хората. И церковь была вынуждена сокращать свои събрания. Люди боялись собираться вместе. И мы начали собираться где-то тайно. И какво? Започнахме така да се группираме. Въпреки всичко да се сдружаваме. И започнахме да ходим на тайни места. Да се срещаме по тайните места. Знаете, я хочу сега открит место из Библии и Евангелието на Иоанна 11 глава. Сега искам да отворя в Евангелието на Иоанна 11 глава. 11 глава 45 стиха. 45 стих. От 45 до края на главата. Имаме вече текста на български язик върху нашите екрани. Следим българския текст за зрителите. На това място ще получим отговора защо властите се боят от това пробуждение. Итак, тогда многие из иудеев, пришедших к Марии, это тогда, когда Лазарь воскрес по слову Иисуса Христа, и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Иудеи уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в Него и придут римляне. Теологи, историки доказывают о том, что это место на то время не было еще завоеванного римлянами, и там иудеи были еще свободны. И они боялись, что все уверуют в Иисуса Христа, придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. 49 стих. Иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Аминь. Аминь да кажем на текста. И это место из Библии говорит о том, что когда власти, фарисеи, предосвященники узнали, что Иисус Христос воскресил Лазаря. И сега така да уточним, че в това време, когато беше възкресен Лазар, тогава властите на града фарисеити и садокейте, первосвященники, они очень испугались, что если все уверуют и станут христианами, то придут римляне и завоюют это место. Вот точно этого и сегодня власти боятся. Това е валидно и за днес, за това се боят властите. Власти боятся о том, что, ну, есть очень много церквей, где христиане отказываются брать оружие в руки. Да, защото в тези церкви ще станат много христиани, а христианите ще се откажат от това да носят оружие. И тогда якобы та или другая держава може стати безоружной. И така или иначе тази страна може да остане без оружия и да бъде победена, съответно. Ну, знаете, сегодня мы живем в такое время, как, например, Америка, США. Ни живем сега във време, например, като Америка, във време такова. Очень много христианских церквей. Много от тамошните христианские церкви. Америка можно назвать протестантской, евангельской страной. Спокойно можем да кажем, че Америка е протестантска или евангельска нация. Но они не страдают от безпомощности. Но те не са безпомощни и не страдат от подобно нечто. Никак не можем да кажем, че Америка е слаба страна, че те се боят заради това, което са в момента. Я хотел бы сказать, че в тот момент, кога Америка стала евангельска и протестантска страной, аз пък мога да допълня, че сега, когато Америка е протестантска или евангелска, в този период, тогда Бог е его очень сильно поднял економически. И тогава, по времето на тази епоха, тя имаше голям висок и економически подем. Недавно проводили статистику такую. Даже скоро имаше така. Неодавно имаше една такава статистика. Я читал эту статью о том, что статисты доказали, что если в стране более 20% евангельских христиан, то есть живых христиан, те, которые любят работать, молиться, как в Южной Корее, молятся и работают. И там статистиката се говори, че ако има повече от 20% евангелски вярващи... Да, эта страна по-любому начинает економически расти. И тази страна започва в нея какво? Экономически, макар и постепенен подем. Конечно же, Южна Корея – это большой пример. Южна Корея – отличния пример в това отношение. Не 20% евангельских христиан. Там няма 20% евангельских христиани. Больше 80%. Там има повече от 80%. И этот экономический взлет назвали «экономическим чудом», буквально. И този възход сега се нарича «экономическото чудо». Слава Богу! Да кажем «Слава Богу!» Слава Богу! Вы знаете, сегодня очень много таких специальных подразделений, специальных войск в России, во всех странах. В Америке, в Южной Корее, в Китае. Нет, в Китае нет. В Китае пока еще в большей степени коммунистическое держава. Но если взять Америка, Россия и Южная Корея, перед тем как идти на боевое задание, они считают молитву. То или другое молитву? Сега, като видим тези държави, които току-що вспоминахме, Южна Корея, Америка и някои други, Китай, може би не съвсем, не все още. Перед боевым действием они считают молитву. Да, че първичното, най-важното, най-главното, което те смятат, това е молитвата, усърдната молитва. Я не говорю о том, что это хорошо. Я не говорю о том, что хорошо молиться перед боем. Да, аз не казвам, че това е най-доброто, да се молиш пред... Перед боем, перед боевым действием. Да, преди боя да се молиш. Я говорю сегодня о том, что вообще в Новом Завите нет мест, где бы Иисус Христос или Иоанн Креститель, например, запрещал воинам держать оружие или защищать свою родину. Да. Никъде няма да срещнем в Евангелието да каже Иисус Христос или пък пророк Иоанн, че да забранява на младежите и въобще на мъжете да носят уръжие, с което уръжи да защитават своята страна. По закону, мы имеем право защищать свою родину и свою семью. По закону, не имам и право да защитавам и нашата родина. Вы можете меня осудить, но я из тех христиан, которые готовы защищать свой дом с оружием в руках. Може би да ми обвините, но аз като християнин не съм склонен и не съм готов да защитавам, примерно, моето семейство с уръжие в руках. Обратно, всичко наобратно. Аз съм християнин, което готов защищать свою семью и свой дом с оружием. Малка поправка, че напротив аз съм готов с уръжие в руках да защитавам своето семейство. Аз знам, че в това отношение християните си да се делят така на два полюса. Но я из тех, кто не будет смотреть как насилует мою жену или там убивает моих детей у меня на глазах. Ами естествено, когато пред очите ми се случи едно такова подобно насилие, я не буду стоять и смотреть на это. Аз няма да стоя и така просто очко да гледам. Я помню, че като я служил в спецподразделение, в спецнази. Аз съм, като войник, съм бил в специално едно подразделение, спецчасти. Возможно, это оставило свои какие-то последствия. Може би това да я оставило в своята следа. У нас был очень сильный замполит. Да, при нас не имахме много таков един заместник, политически много специален таков. И я помню, что мы были на стрельбище, стреляли. Да, и когато бяхме на стрелбището. И он, когда смотрел, что результаты не очень хороши. И тогава той очищаше не много добри резултати на това стрелбище. А нас обучали тому, что если уголовно осуждение избежало, то наша задача была его поймать. Да, и когато някой от затвора, които са преступници буквално, ние трябваше да спасяваме положението, ние трябваше да ги завръщаме. И вот он построил нас и сказал такую фразу. И тогава той каза следното изречение, фраза такава. Представьте, что из зоны сбежал человек и бежит в ваш дом. Он бежит к тебе домой, для того, чтобы убить твою мать. То есть, за какво идти в твоя дом? Да убить мать твоя? Или пак баща ти. Да изнасиловать твою сестру. И убить твоих братьев. А ты тут лежишь с винтовкой и живёшь сопли. А ты какво держишь тази винтовка и какво? Буквално ближишь с упалите си. И вы знаете, у нас просто начинали желваки вот так просто гулять и кулаки сжимались. Мы готовы были стрелять, реально. То есть так нас учили. И разбира се, това така не насрчаваше, воодушевляваше, че трябва да бъдим бдителни и да бъдим готови за стрелба. Конечно, я сегодня не готов так убеждать или утверждать о том, что вот, если кто-то войдёт в мой дом с оружием, но просто я говорю свою позицию сегодня. Я бы хотел сегодня просто власти успокоить, что если в стране много живых христиан, страната това становится столько сильнее. Аминь или не аминь? Аминь или аминь. Мы же готовы вступиться за Болгарию, да, сегодня? Потому что Болгария это такая страна, на которую сейчас претендует очень много стран. Ну, чтобы здесь что-то освоиться и оттяпать себе кусок земли. Да. Ами, ето, това въжи сега и за България, да бъдим полезны, да защитаваме България, защото виждаме, нали, политическата обстановка е така, че много страни гледат така с специални очи на България, защото има какво да се вземе тук. Когда я подавал документы на българска гражданство... Когато подавах документи за българско гражданство... Я хочу стать българином. А, защо? Защо? Искам да стана българин. Самая короткая болгарская фамилия. Ишти бъда... Ишти бъда... България со най-кратичката фамилия. Болгарская фамилия. Ни. Ни. Ни край. Ни край. Ни и край. И у меня спросили там, что вы будете делать, если начнутся действия, будете ли вы воевать за Българию? И тогава там от гражданското отделение ме попитаха. И така, какво ще правите, ако се наложи да защитавате България? Ще защитавате ли? Ну, я вам сказал, ну и вообще-то я врач, я могу работать, ну как, в военной больнице, могу делать перевязки, могу лечить раненых больных. И аз тогава спокойно му отговорих, че аз съм лекар и като лекар спокойно мога да съдействам, да сътруднича и да помагам, примерно в военните болници. Но я буду за Българию. Но аз просто съм за България. Я хочу открыть следующее место, которое написано в Евангелието на Иоанна, 8 глава. Хайде да се върнем пак в Евангелието на Иоанна, 8 глава. С 29 стиха. Я прочитаю. Чита. Имаме на екраните, имаме българския текст. Пославши меня ест со мною, отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно. Иисус Христос всегда делает то, что угодно Богу Отцу. Иисус Христос действа винаги и прави това, което е угодно на Неговият Отец. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус, уверовавший в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова», так и отвечали евреи, «и не были рабами никому и никогда». Очень гордо, правда? «Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако, ищите убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца Моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ, «Отец наш Авраам». Иисус сказал ему, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамова делали бы, а теперь ищите убить Меня. Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога, Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему, «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем Бога». Иисус сказал им, «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что я от Бога ишел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. Ваш отец – дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине». То есть дьявол когда-то был в истине, но не устоял в ней. Он был херувимом осеняющим. Ибо нет в нем истины. И смотрите, как Иисус Христос сказал, «Когда говорит он ложь, говорит свое. Ибо он лжец, дьявол он лжец и отец лжи». То есть он тот, кто эту ложь произвел. Так что мы можем спокойно доказать, что дьявол – это тот, который произведет лжи. И после этого начинается такая реакция довольно бешеная. Иисус Христос начинает обвинять в том, что он одержимый, бесеный человек. Иисус Христос започна да говори, че в тях има нечисти неща буквально. Фарисеи говорят про Иисус Христос, что он одержимый бесен после этих слов. Още малка поправка. Какво казваха садокеите и фарисеите за Иисус Христос? Че в него има бяс. Да. Это в 48 стихе написано, что не правда ли мы говорим, что ты самарянин и что без тебя? Это фарисеи сказали Иисус Христос. Представляете? Да. И вот власти в Казахстане начали на нас нападать. И да се върнем сега в Казахстан и да уточним, че властите започнаха да не нападат. И обвинять нас в том, что мы сами сумасшедшие люди. И какво казваха за нас тези власти, че ние самите вътрешно сме така нечисти, тоест имаме нечисти тъмни сили, бесове. И многие люди просто испугались и перестали ходить в церкви. И разбира се, последва това, че хората се оплашиха и перестанаха да идват на церква. И вот эта вълна пришла. И ето тази вълна пак дойде. Пришло цунами. Дойде цунамито. И оно вот так просто прошло мимо. И как обаче дойде? То мина около. Около. Да. И ожидаемые сто тысяч человек. Мина странично буквально. Те, которые мы ожидали сто тысяч человек, они не пришли в церковь. И така това, което говорихме за сто четырцесе, сто и пидесет човека, те не дойдоха. Сто тысяч человек. Мы ждали сто тысяч человек. Сто хиляди. Сто хиляди човека, те не дойдоха, не се осъществи тази мечта. И мы тогда получили откровение о том, что Казахстан не принял пробуждение. И така не направит ми своето заключение, че Казахстан не удержа, не взе това, не запази това пробуждение. И волна пошла дальше. И волната отмина по нататък. Это может и здесь в Българии произойти. Това может да се случи, за сожалению, и в България днес. Надвигается волное пробуждение. И едва приближава се волната на пробуждение. И сегодня моя тема о том, как не пропустить волное пробуждение. И ето сега искам да напомня за моята тема, как да направим така, че това пробуждение да не се усуети. Что такое глубина? Какво е това дълбочина? Если помните, я рассказывал про одно видение, которое поделился со мной пастор церкви, епископ. Аз ви казах преди известно време за моето видение. Прошлое воскресенье. В миналата служба, в миналата неделя. То, что он видел, как надвигалась самая большая огромная вълна цунами. Епископа, който сподели, че той е видял най-голяма, висока вълна цунами. Он бил как бы на дереве, которое есть Иисус Христос. И който говорихме за този серфист. Не, не серфист. Пловец, который держался за дерево. За дерево. Большое дерево. Пловец, который плавал и держался за дерево. Помните, нали, това, което проповядвахме за този пловец, който се държеше за едно дърво, а това дърво ни уточнихме, че Иисус Христос. Да. И вот это дерево, оно подняло его где-то под основание волны и он туда в глубину вошел, в глубину волны. Значит, това дърво го издигна в началото до върха, а после в долбочина. Да. И он вошел в глубину этой волны большой, цунами. И той мина предъдолбочината на тази волна. А эта волна прошла мимо и обрушилась на континент. И тази волна утиди около него и утиди на континента На суше-то, по точно. На суше, да. Произвела на суше очень большие разрушающие действия. И тази волна направи много разсипа, буквально много разрушения станах от тази волна на суше-то. Вы знаете, я получил, что в этом году будет очень много кризисов, так называемых, в Болгарии. Я считам, что тази година ще има доста кризисные положения в Болгарии. Эта волна просто будет сносить все на своем пути. И че тази волна, като миния, ще изравнява всичко, ще сосипва всичко. Иисус Христос об этом предупреждал. Иисус Христос за това не предупреждал. Он говорил о том, что есть камень. Камень, канара. Да, Иисус Христос, не знаем, че канарата. И на кого этот камень упадет, то его раздавят. И този камень, на кого-то паднешь, то его смачкат. И кто ударится в этот камень, тот разобьется. И този, който се удари в този камень, той ще се разбие буквально. И я уже говорил о том, что в книге Даниила мы можем читать про Большого истукана, Великана. Да, и ако се вспомним от книгата Данаил, и да се припомним и за този идол, който имаш истукан. Идол буквально. Гулемия. Золото, серебро, медь. Да, злато, серебро, желязо, камаки надолу на краката вече. Прости желязо. Да, уже там все смешано. Нагам, земля, метал. Долната част на краката, там е смесено и е слабо. Няма здравина. Это прообраз того, что в конце времен произведет смешение всех наций. И какво е от това следва да заключим днес в съвременността, че много нации така ще се смесват и няма да има здрава нация. Да, и что именно в это время камень упадет, ударит в ноги этого стукана и стукан упадет, а этот камень начнет разрастаться по всей земле. И какво този камък, когато падне, ще разбия всичко, ще смачка и този камък няма да бъде с първоначалната си големина, а все повече и повече ще се разраства и ще изполва света. И что будет происходить? И какво ще стане от това? На кого етат камень упадет, това раздавят. На когото този, върху когото този камък падне, ще го смачка. А като върху този камък падне, то стане части от това камня. А ще има и такива, които ще станат част от този камък, ще се прилипят към камъка. Церковь е част тела Господня. Ами церквата е тази, която е тялото на Христос и ще се присъедини към този камък. Иисус Христос сказал Петру, ты ест камень и на этом камне я построю церковь свою. Какво каза Иисус Христос Петре? На този камък аз ще построя своята церква. И что нам необходимо, чтобы войти в глубину? Какво не е необходимо, за да се гнурним така в дълбочината? Конечно, надо знать Слово Божие. Ами първо трябва да знаем Божието Слово. Погружаться в Слово Божие. Така да се изпълним, да се натоваряме с Слово. Но я бе так сказал, что сегодня актуальна незнание Библии. Не то, что ты знаешь хорошо Слово Божие. Ами да учедем, че днес, когато не се знае Божието Слово. Дьявол тоже знае Библию очень хорошо. За това пък дьявола знае добре Божието Слово. И беси тоже веруют и трепещат. И бесовете какво? И те вярват и треперят. Мы помним, да, притчу о десяти девах. Три мудри, пяти мудрих, пяти немудрих. Ами помним тази притча за десетте девици. Пет мудри и пет недолкова мудри. Почему мудри? Защо мудри? Потому что они накапили масло. Защото те имаха в светилниците натрупано достатъчно масло. Почему други пяти дев не мудри? Потому что не накапили масло. А защо нямаха другите това, което имаха тяхните ближни? И защо? Защото те пропуснаха да се снабдят с масло. И поэтому они были немудри. И только заключението, чтения са мудри. Мудрость по Библии это когда ты находишься в помазание. По библейския стандарт матруста е това, да бъдеш под помазанието на Бога. Апостол Павел писал, вы имеете помазание и сие помазание учит вас. Какво каза апостол Павел? Че имате ли помазание? Это това помазание, что ви учи. Так что вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас из людей. Не ма нужда от човецки да ви учат. Това помазание, что ви учи. Потому что сие помазание учит вас. Защото цялото помазание всешно с какво? Да ви учи. Смотрите, как важно иметь помазание. Хайде сега да погледнем, колко е важно, да имаме това помазание. Помазание это не то, что ты хорошо знаешь Библию. Помазание то не е това добре да знаеш Библията. Помазание то е да имаш свеже прясно откровение от Бога. И мгновенно его реализуешь в своей жизни. И мгновенно можешь да организируешь, да построишь своя живот. И смотрите, кто помнит, да, что написано в первом псалме? И помните ли какво пише в первом псалме? Аз да подскажа. Да. Блажен он ли човек, който не ходит по... Не ходит на совет нечестивых, не стоит на потегреших, не сидит в собрания разратителей, но се наслаждава. В законе Господа воля его и о законе Господнем он помышляет, что написано, день и ночь. И той се учи от Божия закон день и ночь. И будет он во всем, что он не сделает, успеет. Каквото и да прави во всичко то, что ты успела. То есть приходит, когда приходит помазание, что бы ты ни делал, Бог дает тебе успех, благословение, благодать. Така, че помазанието, това е благословение, това е успех, благодать буквально. Помазание это когда ты даже, когда ты спишь, смотрите, это написано в первом псалме, ты все равно об этом помышляешь. Да, даже когда ты спишь, това помазание, кой върху тебе, то работи, ты участваш в него. Есть такой псалом, где написано, что Бог возлюблен своим дает сон. Да, имамид в Слово, в псалмите, го пишет, че Бог благославя и дури в соня си своите любими хора. Но другой перевод говорит, что Бог возлюблен своим дает даже во время сна. Да, че по время на соня Бог дава на своите вазлюбени. И смотрите, в этой притче о десяти девах наступил такой период, когда они все, все уснули. И разбира се, да се върнем пак към притчите за десяти девици, когато всичките, беше время, когато всички заспаха. И мудри заснули. И мудрите заспаха. И глупые девы тоже заснули. И глуповите девицы, и те заспаха. Но в чем отличие? Мудри спят и не мудри. Но в какво се състои разликата между двете групи? Мудри, даже когда спят, они размышляют о слове Господне. Мудрите, дори да спят, те мислят, те са готови, те са активни. Они постоянно, они не выходят из помазания. Те не излизат от това помазание, което говорихме. Не мудрите, просто спят. А глуповите, не мудрите, те просто си спят. И в этой притче о девах, когда раздался крик. И какво, когато тези девицы спяха, какво разнесеся? Вик! Какой крик? Вик! Жених идет! Да, жениха идва! Пробудитесь! Сабудейте се! Идите встречать своего жениха! Утивайте да срещайте своя жениха! И написано, что все проснулись. И тогава какво? Пишет, че всички се сабудиха. И мудри проснулись. И мудрите се сабудиха. И не мудрите се сабудиха. И смотрите, пробуждение наступило. И какво настъпи? Пробуждение. Сегодня тема пробуждения. Днешната ли тема е пробуждението? Что значит пробуждение? Какво е това пробуждение? Пробуждение это очень просто. То е много просто. проснуться от сна проснуться от литургии это литургический сон да вроде глаза открыты а человек спит это миски литургия ну в чем разница мудры мудры проснулись и глупы тоже проснулись и пак да видим сега тази разлика между глуповики и мудрите мудрые знают как применять помазание в практике мудрите са се научили как да приемат да буквально да да си в питава това помазание во всяк те знают как да буравец него мудрые знают как получать свежие откровения те знают как да получат прясно откровение ново откровение их знания приходят непосредственно от иисуса христа и тяхните знания идват непосредственно така от бога они знают тихи голоса из иисуса христа не познават тихия глас на своя господ не мудри они не знают как применять помазание для них помазание это просто слова затем помазание то и как вами но убит но вену слову это просто какое-то понятие непонятное понятие что с этим делать ушки мулять я ну то досто непонятно и они проснулись масло нет они пытаются падать поджечь светильники они и тухнут тут же и свыше но с какого правят те искат да запалят светилнице но там няма масло и они побежали к мудрым дьявам вы дайте нам масло и тогава те побеглаха к другите и каза дайте немалку на заем от ваше масло научите нас пользуются помазанием научите ли как да ползваме това помазание вы знаете что чтобы научиться применять помазание надо заплатить цену а некогда отбележим сега честь за да се так а да ползваме заслучим на помазание тук иска се цена цена да се плати то есть какой какой-то период у тебя должен быть период посвящения да тума предполага период доста далек разбираться за да има посвящение да има отговорност практика с хождение с иисусом христом в трудные времена практика да се ходи дори в трудните времена водительство духом святым да се водят от святия дух это не дается просто так това не е така помазание то не е така просто подарок на мудри жона заплатили цену мудрите девицы всъщност те бяха платили тази цена а че ми е си водня за какво остава дума днеска как мы ответим на вопрос как не пропустить волна пробуждение как въпрос трябва да се зададем как да не пропуснем това пробуждение а какой ответ и какъв я отговорат нужно войти в глубину трябва да се гмурнем в дълбочината да отидем в дълбочина нужно войти в камень трябва да влезем да се присъединим към камака нужно стать частью этой волны трябва да станем час от тази волна нужно стать частью этого камня который есть наш господь иисус христос камака това е нашия господь иисус христос откровение 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 которые приходят непосредственно с неба да бъде внимателни към откровението което слиза от небето есть слово логос има едно слово което се нарича логос а и слово которое называется рема но има и слово което се казва рема рема это слово которое реализовалось слава нашему богу да кажем слава на нашия господь вот мы уже в океане надвигается цунами там мы видим суш континент да от тази страна я сушата континента и вы знаете суш континент в моем представлении это прообраз сухова слова за мен слушата е като проявление нас на думата сухотя это как прообраз с мертва знания това е като паралелно да го кажем като мъртво знания не нужно зна не мертвых религиозных знание Мертвых религиозных обрядов, ритуалов. Я очень много встречал в Българии и по всему миру людей, которые гордятся своими религиозными знаниями. Но Слово Божие говорит, что знания надмивают. Дают гордость. Любовь, истинная любовь, она дает истинное знание. Истинная любовь дает нам глубину. Знаете, почему в последнее время будет очень сильно развито пророческое служение? Потому что, чтобы быть в пророческом служении, в пророческая волна, нужно очень чутко слышать голос Святого Духа. У тебя должны быть развиты очень интимные, близкие отношения с Иисусом Христом. Именно это дает глубину во Христе Иисусе. Давайте мы за это помолимся. Давайте мы склоним наши сердца. Спасибо тебе, Иисус, за Твое Слово, которое помазано силой Святого Духа. Помажь каждого из присутствующих здесь в этом зале. Помажь всех, кто сегодня или позже будет смотреть нас через интернет, через телевидение, через болгарское христианское телевидение. Помажь и тези, които гледат сега, които наблюдават через телевизионный экран, това Слово да утили и до тях. Дай всем нам войти в глубину Твоего Святого помазания. И нека те да влезат в тази дълбочина и помазанието на Святия Дух. И стать прочна частью Твоей скалы. И да станат една силна, силна връзка с камака. Спаси всех наших родных, наших близких, дальних. Спаси нашите близки, нашите роднини. Пусть Болгария откроет свои сердца для великого пробуждения. Нека Болгария да отвори своето сердце за великое пробуждение. Пусть это не пройдет мимо. Нека това да не мине покрай нас. Благослови Болгария. И дай тя да се прикрепи, да стане част от този камак. Часть от Твоего океана любви. Да стане част от този голям океан от любов. Да стане част от тази велика вълна. Която ще понесе до края на света Евангелието. Пока не войдет полное число язычников. Докато не се изпълни числото на язычниците. И мы вместе молились в молитва и согласие. И ние сега се молим в молитва на согласие. В имя нашего Господа Иисус Христа. В имято на нашия Господ Иисус Христос. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. 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 Продолжение следует...